Эта дверь когда-то украшала здание Союза художников. После ремонта деревянный декор хотели демонтировать. Однако за раритет взялись реставраторы, а художница Лилия Живова украсила его традиционной для нашей Сибири росписью и добавила к ней теплые для себя воспоминания и портреты родных людей. Изобразила своих родственников. Использовала фотографии, воспоминания. Техника это урало-сибирская роспись. Двойной мазок, разживка, прям разживка, разбил. Один свет переходит в другой плавно. Мотивы частично традиционные, частично, конечно, это тут от впечатления, так сказать, природы. Выставку украсили больше 50 работ. Это произведение народного искусства в интерпретации современных мастеров, которые работают в традиционных техниках ремесел. Своей красочностью экспозиция напомнила русскую праздничную ярмарку. Яркие рушники, лоскутные одеяло, изысканная береста и другие элементы нашей культуры. Здесь представлены работы традиционного костюма. Соответственно, такой костюм носили наши прабабушки, прадедушки. И нам очень важно сохранить и передавать именно этот образ, который царит на этой выставке. Также на выставке можно увидеть наскальные изображения народов Алтая – петроглифы. Они представлены в элементах гончарной композиции. Каждый узор – ручная работа автора. Это такая оттяжка в истории. Представьте, у человека еще ничего не было, никакой благ цивилизации. Но даже тогда он творчески реализовывался. Это связь человека с тем, что было когда-то, с чем он себя отождествлял. Выставка продлится до 18 декабря. Всех желающих приглашают на творческие уроки и встречи с мастерами нашего края. Гостей музея ожидают занятия по гончарству, валянию, вышивке и росписи. Мария Мацав, Алексей Фризин. День с толком.